Здравствуйте, мои слушатели. У вас пока написано 8. Значит, в январе вы должны приехать и непосредственно лично привести ваше задание для того, чтобы пройти снова занятие и получить зачет. Значит, сегодня делаем обзор темы дифференцирования функции одной независимой перемены. Это будет действительно обзор на пару. То есть 15.10, мы здесь немного задержались, тире 16.40, потом 10 минут перерыв. Итак, давайте будем приступать. Так, у меня не случается опять компьютер. Так, ну хорошо. А, ну придется вам на экране листать. Итак, понятие производной. Значит, чтобы страшно не было с самого начала, я хочу сказать, что производная всего лишь характеризует скорость изменения функций. Провожу такую легкую аналогию. За единицу времени пройденный путь. Кто-то пройдет за какую-то единицу времени 10 метров, а кто-то только 1 метр. Если единицу времени принять действительно за единицу, то получается мы находим скорость. Поделив пройденный путь на, соответственно, затраченное время. Мы получаем, ну, это является средняя скорость. Так вот, производная тем же самым занимается. Она характеризует скорость изменения функции. Насколько прирост y функции, то есть каково изменение самой функции по отношению к изменению аргумента. Если условно принимать изменение аргумента за единицу, мы получаем скорость. В пределе это будет мгновенная скорость функции. Давайте посмотрим на чертеж. Итак, функция f от x определена на интервале ab. И точку x, она на чертеже изображена, вот она, эта точка. Берем, ну, где-то на интервале ab. Интервал ab здесь специально не прописан, это не страшно. Значит, аргумент у x, вот я его на него показываю, вам всем видно, да, то, что на слайде. Вот, аргумент x получает превращение дельта x. Что в это время происходит? Нет, не видно. Вам не видно то, что у меня на экране Максим Чухарев. Вам не видно? Евгений Куренков, вам тоже не видно? Тогда мне надо звать инженера, чтобы он это оформил. Вот Дмитрий Кривошевец пишет, что ему не видно то, что на экране. А я начинаю стрелочкой показывать. Откликнитесь, Максим и Евгений. Видно только понятие. А, только заголовок видно, да? А курсор мыши нет. Стрелочку нет. То есть мне хоть что показывает, что не показывает, да? Так, это хорошо, я тогда попробую сейчас ручкой. Но это вам тоже не будет видно. Я вожу ручкой специальной по экрану, и вам тоже ничего не видно. Значит, рассматриваем функцию f от x. Вот ее график. Вот я ручкой его рисую, и получается вот такая вот красная линия. Дальше фиксируем точку x. Даем превращение дельта x. На чертеже. Вам видно весь чертеж вместе с красными моими линиями? Или видно только красные линии? Да, ну, значит, будем надеяться. Вот. Далее аргумент у превращения вейс. Слава Богу, да. Далее аргумент у превращения дельта x. Значит, что происходит в это время с функцией? У функции в точке x было значение, вот я перпендикулярно рисую, вот оно, f от x. Так, по перпендикуляру его находим. А в точке x плюс дельта x приращение, функция получает тоже приращение, ее новое значение, вот оно, f от x плюс дельта x. И приращение функции, вот оно, дельта y. Так, мне почти не нужна вот эта вот празиатура. Почти не нужна. Я попробую, она не мешает. Дальше. Значит, рассмотрим предел отношения приращения функции, вот оно, в числителе. Оно обозначается так же, как дельта y. Ну, иначе оно обозначается дельта y. И вот это вот приращение дельта y делим на дельта x, на приращение аргумента. И устремляем, вот приращение аргумента дельта y, и устремляем дельта x к нулю. И если предел, вот такой, как здесь написано, существует, то он-то и будет называться производной функцией в точке, конкретно в точке x. Значит, обычно производные основных элементарных функций ищут по определению. Так находят производные е в степени x, и логарифма натурального x, и степенной функции по определению. А потом уже пойдет обобщение на сложную функцию. Вот давайте мы разберем сейчас, значит, как искать производную какую-нибудь функцию. Вот выбираем функцию и выбираем единицу на x. Найдем приращение по определению. Для этого мы должны знать, какая у нас функция, вот она. Надо подстроить приращение этой функции. Значит, как его строить? Вместо x пишут то, что написано в скобочках, а именно x плюс дельта y. Вот сюда в знаменатель, вместо x мы написали x плюс дельта y. Единицу делим на x плюс дельта y, и получается, значение функции, говорят, в нарощенной точке. То есть наша задача сейчас составить вот такой вот предел. И мы его составим, а именно что мы сделали? Мы значение функции в нарощенной точке, это вот дельта y образовывается. Вот значение функции в нарощенной точке, вот оно, вот оно. Вычитаем значение функции в произвольной точке x. Это разность. И преобразовываем. То есть делаем общий знаменатель. Дополнительный множитель x. Тут дополнительный множитель x плюс дельта x. Идет вычитание. x уничтожились, дельта x осталось. Числительный. Получилось вот такое выражение. Теперь образовываем производную как предел отношения приращения функции. Оно у нас только что дробью изображено. Вот оно, с минусом вместе. Образовываем предел отношения приращения функции к приращению независимой переменной. То есть мы делим вот это выражение с минусом. Вот оно, вот оно это выражение. Мы его делим. Значит на дельта x. Дельта x попадает знаменатель. Что здесь происходит? Здесь происходит сокращение. То есть дельта x и дельта x сокращаются. Остается минус 1 поделить на x и дельта x. Надо посчитать такой предел. Значит как предел считать при дельта x стремящем цикле 0? Надо этот 0 сюда подставить. Когда мы 0 вместо дельта x подставим, минус 1 делить на x квадрат получится. То есть производная функции вот этой, 1 делить на x равна минус 1 поделить на x квадрат. Это частный пример, но по определению мы смогли показать. Дальше можно брать разные элементарные функции и пробовать по определению найти производную. Понятно, что искать по определению в любом случае это слишком утомительно. И не нужно, потому что, во-первых, производные всех основных элементарных функций давно найдены. И, соответственно, есть более сложные функции. То есть я в прошлый раз говорила, на основе элементарных функций создаются, ну правильно, на основе основных элементарных функций создаются просто элементарные функции. С помощью четырех арифметических операций и операций взятия функций от функций. Вот, сейчас я дальше буду искать. Поэтому, чтобы нам научиться брать производную, вот техника дифференцированная, любой элементарной функции, нам надо освоить правила дифференцирования. А именно, как дифференцируется, так вам мышкой не видно, как дифференцируется сумма функций, например, x плюс x квадрат, как подифференцировать. Вот, доказывается, естественно, что это будет сумма производных. Как продифференцировать произведение? Вот, помните, мы говорили с вами, что предел произведения, сейчас попробую написать, интересно, могу ли я рукой опираться или нет? Я опираюсь рукой, у меня появляются вот эти точечки. Ну, плохо, конечно. Итак, предел лимит произведения двух функций равен произведению пределов. Это было свойство пределов, о нем говорили в прошлый раз. Вот, это при стремящемся хоть куда, хоть к нулевому, хоть к бесконечности. Вот. Производная, как вы видели, это тоже предел, но он довольно особенный предел. И при внимательном, значит, подходе к выводу формулы, оказывается, что это не у штрих в штрих, а у штрих в плюс в штрих у. Вот такая сложная производная. Вот. У нас сейчас будут примеры, но я, значит, хочу подчеркнуть. Если вам надо найти производную, например, х умножить на синус х, мы еще не знаем, как бы эти производные, но подход все равно такой. Надо брать производную х умножать на синус х. Плюс надо брать производную синуса х и умножать на х. То есть у штрих в плюс в штрих у. То есть не будет так, что, потому что многие делают эту ошибку, что это будет х штрих на синус х штрих. Понимаете? Это категорический метод. То есть вот такая формула. Я обратила ваше внимание на нее. Это важно. В частности, производная от произведения константы на функцию. Вот благодаря вот этому свойству, если константу принять за v, по предыдущей формуле за v, то вот это v равное c, вот c штрих, даст нам 0. Производная константа равна 0. И одно слагаемое у нас исчезнет. Останется v, то есть c, а u штрих. Вот о чем здесь вот и записано. Это свойство формулируется так. Константу можно и нужно выносить в знак предела. Дальше. Производная частного. В отличие от пределов, точно так же формула сложнее, как и для произведения. А именно, u штрих v минус v штрих u, вот числитель у нас, поделить на v квадрат. То есть совершенно не u штрих, деленное на v штрих. Такие ошибки тоже делают. Это плохие ошибки. Естественно, это не зачитывается задание, в которых такие грубые ошибки. В частности, если роль u играет константа, то формула превращается вот в такую. Но ее запоминать не обязательно, вот эту формулу. Достаточно запомнить одну, вот эту главную формулу, производную частного. Также производная сложной функции. Вот пусть теперь функция u, равная φ, имеет производную в точке x0, а функция y равен f от u, то есть вот эта u, становится аргументом. В точке u0, имеет, ну, u0 равная φ, x0 согласно более верхней точке. Тогда сложная функция имеет производную вот такую. Именно y штрих в точке x0 равно y штрих по аргументам у y является u. То есть y штрих по u, вот эта производная, а u штрих уже вот это берется по x производной. вот, вот, ну, как сказать, переживать за эту формулу, что она непонятная, не надо, потому что дальше у нас будет таблица производных, в которых эта формула, эта формула, в которую заложена уже, так, это я не перескочила случайно, вот она, таблица производных, да, это она, таблица производных сложных функций. То есть все, что было сказано сейчас о правилах дифференцирования, заложено в таблицу. В этой таблице нам не придется переживать за формулу производных сложных функций, потому что она здесь уже заложена. То есть здесь подразумевается, что u и v, но здесь только u, что u это функция от x, подразумевается, что u это функция именно от x, и все функции сложные, то есть это логарифм u, например, синус u, а u в свою очередь функция от x. То есть достаточно просто применять формулы, которые вот здесь встретились. Что подчеркнуть хочу? Вот здесь написано u в степени n. Вот эта n, буковка n, она принята для натуральных чисел. Имеется в виду здесь на самом деле, что n, любое число действительное, что n принадлежит r, множеству действительных чисел. То есть можно было написать u в степени p, либо u в степени альфа, было бы лучше, но написали уже u в степени n. Значит, производные все считаются по формулам, никакой самодеятельности нет. То есть ничего из головы написать не можем, только строго по формулам, они здесь все представлены, по рубрикам, а именно, значит, вот эти вот первые три, это производные степенной функции, вот это производные показательной функции, вот это производные логарифмической функции, по произвольному основанию а и натурального логарифма. Дальше четыре идут тригонометрических функции, синус-косинус-тангенс и катангенс, вот он у нас, вот четыре обратных тригонометрических функции, арксинус-аркосинус-арктангенс-арккотангенс, и производные гиперболические функции. Но гиперболические функции, значит, на них упор делать не будем, мы просто так к слову скажем, что, например, синус-x, это e в степени x, минус e в степени минус x, вылив пополам. А косинус-гиперболический x, соответственно, вот здесь вот будет плюс. Но у нас это синус, поэтому здесь у нас минус. Вот. Мы не будем сейчас на них обращать внимание, мы должны, ну, вообще в идеале эти формулы надо знать наизусть. Ну, на дневном отделении мы требуем, чтобы студенты знали эти формулы наизусть, и там-то пишут эти формулы. Потому что это наше таблицо умножения. Вот. Ну, от вас наизусть не требуется, от вас требуется научиться применять эти формулы. Итак, берем пример. Найти производную функцию y равен логарифм косинуса x. Вот. Значит, надо придумать, догадаться, как нам воспользоваться формулой. Мы понимаем, что это не логарифм x, а логарифм еще какого-то промежуточного аргумента, а именно косинуса x. Значит, мы так рассуждаем. Перед нами логарифм какой-то функции. То есть, перед нами вот логарифм u какой-то функции. Значит, мы берем формулу для логарифма u. Это вот седьмая как раз формула. Формулу для логарифма u. Она выглядит как от логарифма u производная. Это u штрих поделить на u. Это седьмая формула. Значит, дальше мы вот подходит слово тупо. Тупо, спокойно, не думая, так сказать, ни о чем, вместо u подставляем вот эту функцию, этот аргумент промежуточный, который мы взяли за u. То есть, косинус. То есть, у нас здесь получится косинус x штрих, вот в эту сюда формулу подставляем, поделить на косинус x. Что и записано вот здесь вот здесь. косинус x штрих поделить на косинус x. Производная от косинуса x это, ну, она девятая там формула в табличке. Это минус синус x. Вот. Хочется отметить, что ну, и того получается вот, минус синус x поделить на косинус x или это минус такс x. Вот такая прямая. Значит, хочется отметить, что производная константы это 0, Я подчеркиваю, что это, если константа слагаемая. Если константа со-множитель в какой-то функции, то она выносится за знак производства. С 0 и 6. Если константа слагаемая, производная от нее равна 0. Вот это важно. И важно то, что производная от х, от независимой переменной, это единица. Это подруглевается все время. Еще пример разберем. Вот перед нами функция. Произведение скобочки на синус пятой степени. Значит, как нам поступить здесь? Вот при взятии любой производной мы должны сначала понять, какое действие здесь совершалось последним. Для того, чтобы начать брать производную. Важно понимать, какая функция работала последней, либо какое действие совершалось последним. Вот я сейчас поясню, как это понимать. Надеюсь, что, во-первых, меня люди слушают. И, во-вторых, они постараются внукнуть в то, что я сейчас скажу. Значит, для того, чтобы понять, какая функция тут работала последней, либо какое действие совершалось последним. Можно сделать такую вещь. Это устно. Это вот для тех, кто с математикой все-таки дружил. Я надеюсь, они меня поймут. Для тех, кто не дружил, ну, не знаю, не уверен, что они меня сейчас поймут. Значит, смотрите, сейчас производная ни при чем. Значит, смотрите, если мы зафиксируем x, например, x равный 2. Синус определен на все числовой прямой, поэтому можно спокойно брать x равный 2. Вопрос вам задаю. Как вы бы посчитали значение вот этой функции, значение вот этой функции при x равном 2? Как бы вы посчитали? Значит, понятно, что калькулятором будем им пользоваться. Значит, что нужно нам было бы сделать? Нам нужно было бы x, то есть двойку возвести в четвертую степень. Потом 3 умножить на 2, то есть подставить двойку, да? 3 умножить на 2 и посчитать, чему это равно, какое здесь будет число. То есть посчитать значение в скобках. Допустим, посчитали, запомнили. Дальше. Вот хороший вопрос вам хочу задать. Вот синус пятой степени x при x равном двойке. Вычислить на калькуляторе, какие кнопочки нам надо нажимать сначала, какие потом, чтобы найти синус пятой степени от x. Ну вот я надеюсь, что вы понимаете, что сначала нужно набрать, ну вот разные калькуляторы, конечно, значит, ввести, например, калькулятор более старой модели, ввести двойку, потом нажать на кнопочку синус. Когда на экране появится синус, тогда то, что на экране, надо ввести в степень 5. Ну то есть как будто бы так, скобочка. То есть последняя, значит, функция, которая вот здесь работала, была такая, возведение в пятую степень. Но опять же это не все. Мы запомнили выражение в скобках. Мы с помощью калькулятора почитаем синус пятой степени x. И самое последнее, что мы будем делать, это перемножать значение в скобке на значение синуса пятой степени x. То есть вот в этом конкретном примере последнее действие, которое производится, это умножение y. Это значит, что мы должны взять формулу производное произведение, где у нас роль u играет x4 плюс 3x, а роль v играет синус пятой степени x. И вот мы по этой формуле, она как выглядит, u штрих v плюс v штрих v. Вот она, эта формула. По этой формуле мы пишем производную первого сомножителя на второй плюс идет производная второго сомножителя на первый. Вот. Значит, для того, чтобы понимать, с какой формулы начать, либо с какого правила начать, мы должны отчетливо понимать, какое действие проводилось последним, либо какая функция работала последним в данном выражении. Ну вот, поскольку я разложила, как могла вам по полочкам подробно, то теперь производную находим вот по этой формуле u штрих v плюс v штрих v. Записали. А дальше все само собой выскакивает. А именно, вот здесь нужно найти производную. Это производная суммы. Производная суммы равна сумме производной. Производная от x4 это 4x4. Производная от 3x это 3. Но на этом месте я бы еще хотела задержаться. Вот почему. Вот эту формулу, производная от x в степени, ну альфа, n, p, давайте p напишем. Вот ее надо знать, конечно, наизусть. Она у нас там фигурировала в таблице производной. Она через u была записана. Это p умножить на x в степени p минус 1. Если мы напишем тут, что тоже можно, x штрих, то x штрих это единица. Поэтому вот такая остается формула для производной степенной функции. Это очень важная формула. Она и в разных дисциплинах вам может понадобиться. p минус 1. А именно, вот четверка x четвертой, да? Четверочку, это p четверочка, вынесли. А степень, вот эту четверку показателей уменьшили на, показатель степени уменьшили на единицу. Получилось x, соответственно, в кубе. Поскольку я сейчас, оказывается, могу и комментировать слайды, и писать, то я хочу вам написать небольшой столбец. Значит, производная от x единичка, производная от x квадрат, вот по формуле, которую я только что написала, это будет двойку вынесли, а x будет в степени на единичку меньше, то есть это 2x. Производная от x в кубе, это вот самые-самые азы, это будет 3x квадрат. Производная от x четвертой, это будет 4x в кубе. Ну, кто в школе учился, тот это должен был проходить. Вот. Ну и так далее, в том же духе. Конечно, когда мы x в натуральной степени заменим на единицу деленное, на x в какой-то степени, да? Это сложнее будет. То есть сначала x надо вывести в числитель, а потом уже брать производную. Ну, точно так же по этой формуле роль p играет, а минус p. Вот. Когда корни квадратные появляются, это тоже x в степени, ну, типа 1,2, и надо брать производную. Где p, это 1,2. Вот. Ну, можно тут вот проделать процедуру, это будет уменьшаться на 2 корни, если окончательно ответить. Вот. Ну, закончим этот пример. Значит, производная скобочки 4x в скобе плюс 3 на синус пятой степени. Здесь никаких штрихов нету синуса. Это просто у нас v переписали. А вот здесь вот производная от синуса в пятой степени. Вот это опять целая история. Сейчас мне придется немножко место себе очистить, чтобы пояснить это место, потому что это действительно важное место. Вот. Берем производную от синуса в пятой степени, x. Вот здесь опять те же самые рассуждения. Давайте разберемся, потому что это тоже относится к наиболее важным вещам. Как бы простым, к азам, но, соответственно, к фундаментальным и важным. Как взять производную синуса, значит, синуса в пятой степени, x? Надо опять понимать, какая функция тут работала последней. Синус x в пятой степени. Как понять? Опять, если мне остается подставить такую двойку и захотеть посчитать значение функции синус в пятой степени двойки, то мы понимаем, что сначала мы должны вычислить синус двойки. Вот здесь пока отдельное рассуждение, точка запекла. Синус двойки, а потом вот то, что получится, возводить в пятую степень. Значит, чтобы взять производную от синуса в пятой степени x, мы смотрим на это выражение как на что-то в пятой степени. То есть возведение в степень – это последнее действие, которое производилось, ну или последняя функция, которая работала. И на промежуточный аргумент смотрим как на u, которое в таблице. И у нас получается, что мы видим за вот этими пышными формами, мы видим всего лишь u в степени 5. Для u в степени 5 есть формула u в степени m. Она была в таблице обозначена. Вот она, u в степени m, эта формула. А здесь я не очистила. Надо очистить. Заодно у вас маленькая пауза будет. Вот она, u в степени m. И, ой, не слушается он. Боже мой, что-то он такой не послушный. Скачет. Вот. Значит, u в степени 5 выносится, n выносится. u в степени на единицу меньше, это 5 минус 1. И самое главное умножить на u штрих. Потому что рулю играет синус u, а вовсе не x. Поэтому вот это выражение развернется вот в какое. 5. Вместо u синус подставляем. Синус x это вот наша u. 5 синус в четвертой степени x. И умножить на производную синуса x. А это как раз косинус x. Вот. И все это выражение умножается на первый сомножитель. То есть мы вот выписали производную синуса в пятой степени x. Вот она. И умножаем на из четвертой плюс 3. Вот в целом это ответ. Вот то, что сейчас последняя строчка, это ответ. То есть это производная функции. Производная функции, значит, вот этой. Которая представляет собой произведение. Здесь вот много моментов наворочено. Но вам надо вот обмукать, потому что вот здесь самые такие важные вещи. Геометрический смысл производной. Но здесь я долго задерживаться не буду. Для нас, значит, важно. Это, в общем-то, выводится тоже. Что производная это тангенс угла наклона касателя. Вот график функции. Вот график функции. Вот. И также взята точка или соль какая-то, в которой мы рисуем касательную графику функции. Касательно образует угол альфа с положительным направлением оси уликс. Угол альфа. И тангенс этого угла, это отношение, ну, тангенс отношения противолежащего катета к прилежащему, в принципе. Ну, не в этом треугольнике, при выводе тут другой треугольник, другие треугольники еще рисуются. Так вот, тангенс угла наклона касательный, это производная точка. Потому что, если к первому, так, какому-то, ко второму, наверное, слайду вернуться, дельта игрек, дельта иц, раз образует тангенс. Ну, давайте вернемся. Вот, отношение дельта игрека, вот тут я, вот дельта игрек, к дельта иксу. Вот, это дельта игрек, это дельта иц. Вот тут можно касательно точки иц провести. Ну, вот я как могу, тут я пытаюсь провести, чтобы одна точка касается. Вот, дельта игрек, дельта икс. Вот, вот это вот, у нас еще будет хорошая картинка впереди. Вот это настоящее приращение функции, вот это условное приращение функции. Вот, его потом назовут дифференциалом. Вот, а настоящее приращение дифференциал функции, они эквивалентны бесконечно малым. Вот, и вот это отношение дельта игрек, дельта икс, которое в пределе дает тангенс угла на крона и будет значением функции в этой точке. Значением, извините, производной в этой точке. Я, значит, не выложу, потому что это опять такая история, скрупулезная. Для нашего случая она не очень подходит, потому что я не вижу, как вы воспринимаете то, что я говорю. Значит, уравнение касательное для задач нужно, это оно, это уравнение касательное, проведенное в графику функции y равен fx в точке с абсцессой x нулевой. Значит, f'x это угловой коэффициент касательный. То есть еще вот это вот производная в точке, она же тангенс, это и есть угловой коэффициент касательный. Вот этот коэффициент как раз перед x. В этом уравнении хорошо то, что видны координаты точки с нулевой, с нулевой и соответственно вот он угловой коэффициент. То есть это просто прямая касательная. Ну и нормаль, прямая перпендикулярная касательная, проведенная через точку касания. Уравнение нормали. Вот оно. Уравнение нормали. То есть нормаль это прямая перпендикулярная касательная, проведенная через точку касания. Угловые коэффициенты, если вы заметите, в взаимно перпендикулярных прямых находятся вот в таком соотношении. Если это k, то это минус 1 поделить на k. Ну опять же, если касательная горизонтальная, вот так может быть, например, вот такой чертежный у нас, то нормаль будет вертикальная прямая, ее уравнение будет x равно a. Делаемся дальше. Значит, есть некоторые важные теоремы, которые я должна хотя бы сформулировать. Это реально такая теорема. Необходимое условие дифференцированной функции точки. Значит, хочу вас познакомить с таким фактом, что любое необходимое условие, чего бы то ни было, в данном случае дифференцированной функции, оно начинает формулироваться всегда одинаково. А именно, пусть функция в точке дифференцированной. А вот что из этого следует, вот это и будет то, что с необходимостью вытекает из условия дифференцированности. Так вот, формулировка вот какая. Если функция дифференцируема в точке, то она в этой точке непрерывна. Дифференцируемость функции в геометрической точке зрения означает наличие касательной. Наличие, существует касательная графику функции в этой точке. Существует касательная. Вот, если касательная существует, то функция непрерывна. А касательная, у нее должно быть фиксированное, твердое положение. Она не должна вибрировать. Давайте посмотрим на чертежик. Вот в точке 0,0, это график функции, игрек равен, модулиться. В точке 0,0 касательная, если мы начнем ее проводить, ее нет, ее нельзя провести. Потому что если пытаться слева и справа, вот слева, рисовать касательную в точке 0,0, то она будет совпадать вот с продолжением этой прямой. А рисовать справа она будет вот такой касательной. А когда касательная раздваивается, то значит ее нет. То есть касательная это одна прямая, она не может принимать разные положения. Вот обратное утверждение неверно. То есть из непрерывности функции, а вот функция игрек равен модуль x, она действительно непрерывна. Это уголок вот такой. Но если более подробно, для тех, кто забыл, что такое модуль x. Это x, если x больше или равен 0, то есть рисуем вот y равен x при x больше или равен 0 и минус x при x меньше равен. А это, соответственно, бисектриса второго и четвертого кабинета углов при x отрицательном. То есть вот такой уголок, это график функции, игрек равен модуль x. Так вот, мы видим, что эта функция непрерывна, нет точек раздва, точки x равен 0 в частности. Но она не дифференцируема к точке x равен 0, потому что видно даже, что касательная не существует в этой точке. Если мы ее пытаемся построить, она у нас вибридная, не занимает единственное положение. Хотя это прекрасно аналитически тоже доказывается. Слева производная минус 1, с правой 1, то есть односторонняя производная, хотя это не так часто используются такие термины, как односторонняя производная. Итак, необходимое условие дифференцированности функции и точки. Если она дифференцирована, значит непрерывна, но не наоборот. Теперь давайте еще рассмотрим разные подходы к дифференцированию. Потому что не всегда функция попадает в таблицу производных. Например, если мы рассмотрим вот такую степенно показательную функцию, u отец в степени v отец, вот u функция отец, cv функция отец. То есть это называется степенно показательная функция. Как найти ее производную? Конечно, можно выучить формулу. Но вот опыт показывает, что кто начинает применять эту формулу, он начинает путаться вот в этих вот в степени, в этих в степени. Где u, где v начинает убрать производную и так далее. То есть на самом деле лучше не выучивать эту формулу, а пользоваться логарифмическим дифференцированием. То есть сначала прологарифмировать вот это выражение. То есть приписать логарифм с лимом, вот он. Приписать логарифм справа, вот он. Потом по свойству логарифма показатель вещества вот сюда. Но это естественно степенно показательное предположение, что она положительная. То есть это нормальное требование. Вот v выносим, получается у нас вот это выражение. А вот когда уже показатель веществ, то вот это равенство мы вполне можем продифференцировать. Производная логарифма y, а y у нас функция от x, то есть это сложная функция. Производная логарифма y, это y' поделить на y, это из таблицы. А справа получается производное произведение. Вот первый со множителем, вот второй со множителем. То есть производная первого на второй, плюс производного второго, та же самая производная в логарифмическом функции. А что мы хотим от этого равенства? Мы же хотим найти y', наша задача найти y'. Поэтому вот домножая это равенство обе части на y, мы получим, домножаем на y, y сократился, здесь у штрих получился. Вот здесь домножаем на y, вот это выражение переписываем, вот оно, и умножаем на y, но y заменяем на u степень ура. Разберем на примере. То есть формула, вот она, ее не надо запоминать, ей надо пользоваться, значит, медленно. То есть сначала логарифмировать, что в доголовке отражено, а потом его заференцировать. Итак, взяли функцию. Логарифмируем обе части, то есть приписываем логарифм слева, приписываем логарифм справа. По свойству логарифма мы показатель вынесем за знак логарифма. Вот мы прологарифмировали, вот показатель выносим за знак логарифма. Ну вот так вот продолжать, нежелательно, желательно ставить точку в запятую и снова переписывать логарифм y, чтобы у нас все время равенство повторялось. Как уравнение, нельзя тянуть его бесконечно, иначе это уже не уравнение, а просто преобразование там выражения каких-то. Итак, берем производную. От логарифма y, вот она, и от произведения. Вот точка, от произведения. Значит, производная, ну здесь вот история продолжается. То есть производная формы, это единица поделить на два таких формы, умножить на вторую со множителя, плюс производная второго со множителя, вот она, сейчас ее разберем, умножить на первую со множителя. Значит, почему производная логарифма катангенса x именно такая? Давайте еще пообъясняемся, потому что это самое начало. Логарифм катангенса x. Во-первых, это сложная функция. Управительно написано, она до чего все. Значит, логарифм катангенса x. Производная. Это производная сложной функции. Смотрим на нее, на производную логарифма у. То есть это будет у штрих поделить на у. У штрих поделить на у. Где роль у играет катангенса. То есть это будет, это будет катангенс x со штрихом поделить на катангенс x. Теперь производная катангенса. Заглядываем в таблицу. Это единица. Минус я уже написала. Минус единицы делить на 70 квадратных. И катангенс там же в знаменателе. Кто задумал действия с дробями. Дробь, производная от этого дроби, делится на выражение. В знаменатель попадает оба. И в знаменатель первоначальный, и в знаменатель этой дроби. Вот. Вот такая производная. Вот она у нас здесь где-то должна профигурировать. Сейчас я ее вот обнаружу. Так. Сейчас я сама... А, ну да. Здесь, значит, пропущен вот этот x. Вот катангенс x. Вот тут катангенс x пропущен. Синус квадрат x. Вот они выражены. Вот он минус. И... И... Сейчас еще раз я прочищу, потому что цена уже... Не вижу. Так. Производная... Значит, первого на второй плюс производная второго. Первого на второй. Вот она. Плюс производная второго на первый. Вот он первый. Вот производная второго. Вот она, первоначальная. Производная второго. В принципе, уже мы получили y шлиф делить на y. Нам, в принципе, остается только на y домножить обе части, чтобы ответ получить. Но здесь сделаны некоторые преобразования. Значит, какие? Здесь сделано... Здесь вот похоже, что опечатка есть. Так. Здесь пропущена двойка, как я поняла. И пропущен x. Вот. Дальше. Котангенс расписан, как 2 косинус x поделить на синус x и на синус квадрат x. Синус квадрат x. Синус квадрат x. А синус саграфинса двойка ушла. Осталось 2 синус косинус, которые собой представляют вот этот вот синус двойного угла. Это такая форма. Вот. То есть первое слагаемое вот оно без изменения написано. А во втором слагаемом давно же, по числителям и знаменателям на двойку, и написав сюда x, значит, мы свернем этот знаменатель вот в такое выражение. И тогда ответ будет окончательно. То есть здесь опечатки наблюдаются вот в этом месте. Двойку и x пропустили. Кроме этого, значит, все, ответ получен. Домножили обе части на y. Обе части, ну вот, не очень мне нравится, значит, смотреть обе части, это обе части этого выражения и вот этого выражения. Обе части этого равенства, его лучше было бы заново переписать. Домножили на y. И этот y заменили на данное выражение, и я пончатый наблюдаю, вот он такой получился. Все, произвол мы найдем. Значит, хочется подчеркнуть, что логарифмическое дифференцирование, помимо степенно показательных функций, используется еще для случая, когда присутствует, значит, произведение, частное излечение корней в изведении степени. То есть сначала прологарифмирует, потом продиференцировать гораздо удобнее, если у нас функция выглядит как-то так. Там x квадрат, а там есть обе x числители, корень там из, ну, пускай это уже x, а в знаменателе, значит, вот, ну, и те частные намечаются, допустим, корень там третьей степени, из x плюс там 5, и еще какие-то степени. Ну, например, тоже, пусть будет даже x сотый, или x какой-то степени. Вот когда есть частное, когда есть произведение, когда есть корни, вот тогда удобно сначала найти логарифм в левой и правой части, а потом продиференцировать. Здесь об этом замечание сделано, но пример я разбирать не буду, потому что мы идем достаточно медленно, и нам надо, ну, как бы, успеть обзор, хотя бы, более-менее нормальной сферы. И дальше. Производные функции заданы параметрически. Параметрически это значит, x задано как функция от t, и y задано как функция от t. Ну, вот обычно записывают функцию вот так. x равен x от t, а y равен y от t. При этом t меняется в каких-то рамках от альфа до бета. Ну, вот подключение концов производим. Вот. Значит, предполагаем, что у x и у y как функция от t производная есть в точке, в любой точке интервала, либо промежутка. Вот. И производная знаменателя не обращается в ноль. В каждой точке промежутка. Тогда производную от y по x можно найти вот по этой форме. Значит, вывод тоже есть. Это все не с потолка падает. Вот. Но мы можем, значит, разобрать на примере, как это делается. Значит, вот у нас функция, заданная параметрически, то есть с помощью параметра t. В данном случае параметр пробегает все значения от минус до плюс бесконечный. То есть у нас x 2 косинуса, а y 4 косинуса. Надо найти производную от y по x. Применяем формулу. В числитель помещаем y 4 синусу, в знаменатель помещаем x. Берем производную от 4 синусу, от 4 как константа вынесли, от синуса косинуса. Также здесь от 2 как константа вынесли, от косинуса минус синусу. 4 минус 2 собратили, косинус на сенусу, это от ангельского. Все в производной z. Производная также является функцией от t. Это неудивительно, это нормально, потому что x и y также функция от t. Конечно, существуют производные более высоких порядков. Мы только в явном случае об этом поговорим, о случае параметрического задания. И в логарифмическом случае это тоже можно рассматривать. но это в плане в нашем мире не у нас был. Итак, дальше. Следующий пункт дифференцирования функций заданных неявно. Почему-то резкость пропала. Тут венечка почему-то подгручивается. Интересно, почему. А надо почистить эту стеночку. Так, дифференцирования неявных функций. Значит, неявная функция это та, которая либо не может быть задана уравнением явным y равеной фаты, либо в принципе не может, либо очень трудно это сделать, либо вообще смысла нет этого дела. То есть, если у нас функция задана, ну, например, вот так, обратите внимание, что y встречается дважды и y как слагаемое, и y как аргумент косинуса. Вот говорят, что данное уравнение, это уравнение, задает явную функцию y как функцию от x. Или вот это уравнение. 2 в степени y минус y в степени y равно 0. Значит, здесь y тоже считается неявной функцией от x. Но пояснить я бы хотела так. Вот когда есть какое-то уравнение, связывающее x и y, то мы понимаем с вами следующее. Если мы сами задаем значение x, то из этого уравнения можно или практически, или теоретически этот y выразить. Ну, в рамках ОДЗ, естественно. Вот, найти y. То есть каждому x из какого-то промежутка соответствует какое-то значение y. Вот. Иногда уравнение определяет ни одну функцию, а ни неявных. Вот. Вот в этом смысле и говорят, вот x квадрат плюс y квадрат равно 1. Это уравнение окружности, и окружность не задается функцией. Она задается двумя функциями. Вот этим уравнением, которая определяет где неявных функций. Плюс корень, или равен плюс корень из, значит, единица минус с с квадрат. И нижняя полуокружность, или равен минус корень из, единица минус с с квадрат. Вот. То есть окружность задается вот этим уравнением, которое определяет где неявные функции. То есть тут свои, свои тонкости могут быть. Но, значит, что я хочу сказать. Значит, если в уравнении x считать независимые перемены, то y уже будет зависимым переменем. То есть он не может какие-то произвольные значения принимать, он должен такие значения принимать, чтобы удовлетворялось вот это равенство. В этом смысле y функция, если он зависит от этого. Вот. Но y получается неявная функция. Значит, как искать производную неявную функцию? Значит, сразу давайте подходом рисуем. Значит, вот берем пример. Вот у нас функция y, заданная неявной. Ну вот. Вот это же самое мы говорим. Как найти y штрих? Предлагается сделать очень просто. Продиференцировать это равенство, по x. Помни, что от x производная единица, а от y производная y штрих. Вот так вот. А от y и y штрих. На что я сейчас намекаю? Если встречается сумма x плюс y, то производная будет этой сумме равна единица плюс y штрих. Если встречается произведение x и y, то производная будет равна значит x штрих это единица на y плюс y штрих на x. То есть в неявной функции мы пользуемся обычными формулами, но с учетом, что производная x единица, а производная y это y штрих. Поэтому, когда мы начинаем дифференцировать это равенство, вот от x в кубе мы пишем производную 3x квадрат, а от y кубе это же сумма производная. Мы пишем не просто 3y квадрат, а 3y квадрат умножить на y штрих. Минус 3, дальше смотрите, скобка открывается, это как раз будет вот эта вещь записана, где роль x штрих играет просто единица, потому что x штрих это единица. Вот она, единица на y плюс y штрих на x штрих. И я написала. А дальше что с этим делать? Дальше надо, значит, можно вот план отметить себе, надо открыть скобки, содержащие y штрих. Открыть скобки, содержащие y штрих. Вот эти скобочки открываются. И слагаемые, содержащие y штрих, перенести в одну часть, в левую, удобнее в левую. Перенесли в левую часть и выносим за скобочку y штрих. Вот из подчеркнутого волной равенства. Остается y квадрат минус x y штрих за скобкой. Правая часть без y штрих. То есть мы продифференцировали обе части по x. Слагаемые с y штрих, предварительно открыт скобки, содержащие y штрих, слагаемые с y штрих переносим в левую часть. Слагаемые без y штрих, не содержащие y штрих, переносим в правую часть. Либо они там уже были. И дальше выносим y штрих за скобочку и последнее действие делим на коэффициент, он функциональный коэффициент, перед y штрих обе части. И у нас получится вот это выражение вот оно, деленное вот на это выражение. Все, производное найдено. Обратите внимание, что это производное у нас зависит и от x и от y. Это нормально. Для неявных функций это нормально. Вот это производное первого порядка у нас. Идем дальше. Значит, о производных высших порядках поговорим вот в каком плане, что значит, только для явно заданной функции. то есть y равное f от x это функция одной переменной. Производное второго порядка от функции f от x называется производное от производной первого порядка. Обозначается f два штриха от x. Дальше. Производное третьего порядка определяется так. Определяется так, поэтому здесь две точки, здесь мы вот так определяем. Вот. Здесь никакое не деление, потому что тут может кто-то что-то подумать. Нет, это как ставим когда что-то раскрыть тему по теме, ставим какой-то для этой точки. Вот производная третьего порядка. Она равна производной от производной второго порядка. Вот здесь не знаю, мне кажется, не очень чёрно получилось, поэтому это 3-псам. Вот. От x естественно от x но я в x из-за опции. Аналогично производная n-го порядка это производная от производной n-мус первого порядка. Ну вот, то есть достаточно просто и понятно определяется производная любого порядка для явной функции. Для неявной и для логератического случая, для параметрического случая это всё гораздо более громоздко. Дальше для например, найти производную второго порядка от функции или даже третьего. Найти производную третьего порядка от этой функции в точке, конкретно в уровне точку из шестых. Значит, что мы делаем? Это явно заданная функция. Ищем первую производную. Логарифм u u штрих поделить на u. U штрих это косинус u это семюш. Отношения это катангельс. Вторая производная это производная от катангельса. Это абсолютно табличная производная минус 1 поделить на семюш квадраты. И наконец третья производная это производная от этой гроби. Значит, как отнестись к этой производной? Значит, можно по-разному. Кто-то предпочитает выучить одну формулу поделить на v и ей пользоваться. Кто-то уважает формулу единица поделить на u. Ну, или там была на u можно единица на u. Минус единица на u квадрат на u штрих. Вот. А кто-то предпочтет посмотреть на это выражение как на синус в степени минус 2 5 в ну, минус само по-сто себе хотя вот минус никуда не теряется а вот единица на синус квадрат это синус минус в степени естественно вот x. И вот эту производную взять можно по формуле u степени альфа. То есть показатель вынести я вот этот первый минус пока не отчитываю. Показатель вынесен синус x получается в степени минус 2 минус 1 это минус 3 и производная от синуса это у 3 это косинус вот эту запись сделаем с помощью дробной черты минус ой ой я неаккуратно нажала так это необычный экран поэтому не надо как-то сейчас назад вернуться попробую попробую так не знаю сейчас поищу куда бы нажать чтобы открылось то что было нету вот ухода назад я не наблюдаю ну может вот вот у вас пауза можете подышать можете на секунду отключиться потому что экран необычный как на компьютере поэтому приходится думать куда нажать чтобы вернуться так я вас не вижу так производную вот мы сейчас это разбирали вот мы искали производную так вы все нормально вы меня видите слышите напишите мне кто не убежал еще кто присутствует так вот один долгий человек написал все хорошо хорошо Зарина молодец Танислав молодец Дмитрий тоже молодец так на чем мы остановились значит правильно мы на этой страничке так так короче говоря ищем производную от этой дроби вот мы ее нашли дальше подставляем у нас все получилось подставляем вычисляем пергинометрические функции все идем дальше значит дальше понятие дифференциала функции значит дифференциал функции это такое условное приращение функции так будем писать нет не пишут сейчас опять мучение начнется что-то где-то отходит тут ой какой-то проводочек не отходит так не могу писать на это так значит мышь вы не видите напишите пожалуйста мышку вы видите или нет стрелочку я имею ввиду стрелочку нет ну значит все сначала начинаем так ну что говорим про дифференциал функции дифференциал функции нам нужен для дальнейшего это для интеграла потому что любой интеграл неопределенный они все связаны с дифференциалом функции то есть дифференциал функции необходимейшее для нас понятие рассматриваем график функции вот он рассматриваем касательную графику функции это с геометрической точки зрения сейчас на него посмотрим значит точка x в ней касательная это именно вот это абсцисса точки касания вот точка касания дальше далее x приращение вот нарощенная точка и соответственно функция получила приращение вот оно приращение функции это настоящее приращение функции вот дельта y а дифференциал функции это условное приращение функции которое она получала Получила бы, если начиная с точки X изменялось не по кривой, изменение шло не по кривой, а по касательной к этой кривой. И dy и δy это эквивалентные бесконечно малые при δx, стремящемся к нулю. Поэтому одно можно заменять другим. То есть кривое заменять прямым, но в малом, потому что они оказываются очень близки. Значит, что нам нужно от дифференциала функции? Значит, от дифференциала нам нужна, конечно, формула. Формула, вот она. Так дифференциал находится, фактически из прямоугольного треугольника, потому что y' это тангенс угла наклона, а δx это катет. И при умножении тангенс угла накатет получается другой катет. Это геометрические точки зрения. А вот эта формула нам нужна абсолютно для интегрирования. То есть мы ее с вами запомним. Запомним в таком виде мы ее, поскольку если в качестве y взять x, то есть функцию, ну типа вот бисектриса первого, третьего координатных углов, посчитать dy, а поскольку y равен, это будет dx, производная, вот она производная, y' на δx. У нас получится, что dx равно δx. И значит формула, которую мы запоминаем, вот она, dy равен y' на dx, это формула для дифференциала функции. И найдем в качестве примера дифференциала функции y равен логарифм x. То есть dy это d логарифм x, это производная логарифма на dx, производная логарифма, вот она. Или если собрать это вместе, будет вот так. Значит формула dy равен y' умножить на dx. Вот формула для дифференциала функции. Еще лучше ее запомнить так. y равен f от x, значит dy равен r' от x умножить на dx. У меня вот это умножение сюда не помещается, а умножение переносить нельзя. Вот, эту страничку закрываем, движемся дальше. Так, не хочет переключаться. Дальше коротко сообщаю основные теоремы о дифференцируемых функциях. Вот, мне не нравится, знаете что, то, что у меня время теперь не видно. Тут вышли картинки, которые закрывают мне часы. Ага, значит, это теорема роля, логранжа, каши, лопиталя. Коротко об этих теоремах. Значит, теорема роля. Нам в лопиталя нужно правило теоремы, и правило лопиталя для вычисления пределов. А это через производные. И каждая предыдущая теорема участвует в доказательстве следующей теоремы. То есть наша цель добраться сейчас до теоремы лопиталя. Значит, пусть функция f от x непрерывно на отрезке, а b именно на отрезке, это принципиально. Дифференцируема внутри отрезка. Вот. И на концах отрезка принимает равные значения. Посмотрите на чертеж. Видите, на всех трех чертежах у функции равные значения на концах отрезка. Вот они, равные. Тогда существует, по крайней мере, одна точка. Вот на этом чертеже одна точка, на этом одна точка, а на этом даже две. То есть, по крайней мере, одна, это значит, одна или больше. Точка, в которой производная равна 0. Производная в этой точке равна 0. Это означает, что, значит, касательная графика этой функции в этой точке параллельна оси ux. Вот она параллельность. Вот она параллельность. И вот она параллельность в каждой точке. То есть непрерывная функция обладает вот таким вот свойством. Вот такова теорема, что непременно при выполнении условий найдется точка, в которой касательная параллельна оси ux. Это теорема Рулинг, теорема Лагранжа. Теорема Лагранжа говорит вот о чем. Значит, функция непрерывна на отрезке АВ, дифференцируемая на интервале АВ. То есть, есть производная, есть касательная в каждой внутренней точке интервала. Тогда на интервале АВ найдется такая точка, что выполняется вот это равенство. Это равенство. Вот точка С нашлась, в которой, я сейчас говорю о геометрическом смысле, потому что у меня слайдов тут 34, а мы на 15. То есть, азы сначала надо было хоть как-то разжевать, чтобы это все мимо не вылетало. Поэтому сейчас мне придется говорить быстренько. Вот. Так вот. Значит, теорема утверждает, что найдется такая точка, в которой, в которой касательно проведенная в этой точке, вот она, параллельно хорде, стягивающей концы людей. То есть, вот такая геометрическая интерпретация. Обязательно найдется точка, в которой касательно, хотя бы одна. То есть, их может быть больше. Если кривая будет вот такая, то найдется раз, два, три. Три точки, в которых касательная параллельно хорде, стягивающей концы людей. Вот. Каждая из теоремы нужна для дальнейшей теоремы, поэтому пока все. Кстати, надо опять очистить. А вот предыдущий слайд неочищенный. Сейчас очистим. И этот неочищенный, безобразно. Я не знаю, насколько это плохо. Неочищенный слайд. Может, это ничего страшного. Дальше. Теорема Каши. Пусть две функции непрерывно на отрезке и дифференцированной интервале, АБ, причем производная знаменателя не ноль. Тогда найдется такая точка на этом интервале, что выполняется вот это равенство. Вот это непосредственно уже близко к теореме Лопитали, которая нам нужна. Тонкость этой теоремы в том, что вот эта точка С, она одна и та же для числителя и для знаменателя. Вот. Пояснять пока не буду больше. Двигаемся дальше. И вот, наконец-то, правила Лопитали. Теоремы или правила Лопитали. Значит, о чем идет речь? Речь идет о вычислении предела функции в случае образования неопределенности либо вида ноль на ноль, это одна теорема, либо вида бесконечность на бесконечность. И этот предел вычисляется через предел отношения производных. Вот в этом суть дела. Ну, конечно, теорема доформулируется строго. А именно, функции же дифференцируемы в некоторой окрестности точки с нулевой. Кроме того, может быть, значит, в самой точке они не дифференцируемы. Вот. И производная не обращается в ноль для всех точек из окрестностей. С исключением, может быть, в самой точке. Тогда, значит, если функции образуют неопределенность в виде ноль на ноль, то есть они бесконечно малы. Вот. И если существует предел отношения производных при стремящемся к этой точке, тогда существует предел отношения с аминфонцией. И он как раз имеет место вот этой управленности. Вот. Ну, пользуются всегда этим правилом, ну, так сказать, непосредственно. То есть можем взять производные. Есть такие формулы. Ага, значит, мы все дифференцируемы. Ну, то есть это я сейчас такой подход фактически поясняю. Что если мы знаем, как и что производные, то есть мы как бы поступаем по-простому. Мы можем найти производные, значит, все, значит, они есть. Сейчас мы вернемся. Вот. Дальше. Если вот этот предел отношения производных мы сможем найти, значит, автоматически мы нашли тот предел, о котором шла речь. Абсолютно такая же история, если х нулевое стремится, если х нулевое, это бесконечность. И неопределенность образуется бесконечность и бесконечность. То есть это правило работает и для односторонних пределов, это правило работает, когда х стремится к бесконечности. То есть такое, я бы сказала, универсальное правило. То есть одно для 0 на 0, одно для бесконечности. Бесконечности они несут одно и то же. Ну и правила питания можно последовательно применять несколько раз. Давайте на примеры посмотрим. Итак. Вот надо найти такой вот предел. Вот эти две функции. Логарифм синус, айтс, логарифм х. При х, стремящемся к нулю, стремятся к бесконечности. Потому что логарифм х, если вы график логарифма вспомните, а о нем надо всегда помнить, график логарифмической функции, натуральный логарифм, при х, стремящемся к нулю, у, стремится бесконечно, в данном случае к нему бесконечно. Аналогично логарифм синуса, айтс, также будет бесконечно, потому что синус нуля это тоже ноль. Неопределенность возникает, бесконечность на бесконечность. Применяем правила питания. Если все получится, то есть если производные найдутся, в ноль там не обращаются, если они производные в окрестности точки, в данном случае ноль, то у нас получится все хорошо. Итак, составляем отношения производных числителей и знаменателей. Обратите внимание, что здесь непроизводная частного. Здесь отдельно берется производная числителя и делится на производные знаменатели. Берем производные. От логарифма синуса х, это логарифм у, это у-штрих поделить на у. У-штрих выглядит вот так. 3 косинус х поделить на синус х. От логарифма производная это единица на х. При делении на единицу на х, этот х уходит в числитель. Я могу, конечно, подробнее пояснять это, но я думаю, что некогда мне подробнее пояснять. Должны сами докопаться. Дальше. Что делать с этим выражением? Оно стало довольно громоздким. Но предел произведения равен произведению предела. Константу можно выносить за знак предела. Поэтому тройку выносим как константу. Значит, косинус трех х в пределе дает нам единицу, и нам это очень нравится. То есть мы можем отщепить разбитые на два сомножителя этого выражения. И остается выражение синус трех х, а их опускаем в знаменатель в знаменателе, деленное на их. То есть мы здесь не в ГОП работаем, а мы активно пользуемся арифметической теоремой о пределах. Сами догадываются, что надо разбить на два сомножителя. Какие? Значит, один сомножитель косинус трех х, второй сомножитель х поделить на синус трех х. Вот. А тройку как константу мы вообще выносим за знак предела. И, в принципе, здесь можно не к первому замечательному пределу обращаться, а можно сказать, что синус трех х, вот здесь в знаменателе, заменим на эквивалентную бесконечно малую на три х, и у нас получится, значит, смотрите, тройка, думаем, я лучше писать, тройка, косинус нуля, косинус нуля в пределе, это единица. Значит, оставляем вот эту запись х в числителе, то есть это предел х, деленный на, а синус трех х заменяем на эквивалентную бесконечно малую на три х. Три х стремящимся, да, в случае, к нулю. Вот. Х сократятся, и троечка в знаменателе останется. То есть предел х делить на три х, это будет просто одна третья. В результате эта тройка с этой одной третьей сократится, а единица останется. То есть ответ действительно единица. Они оформили здесь актеры с помощью, значит, первого замечательного предела, под который они подводят, вот таким образом, три сюда дописывают, три сюда дописывают. У нас вот это вот единица. Перейти тройка, предел равен единице, значит, эквивалентный бесконечно, первый замечательный предел используется, где у лица играет альфа-тус. Все, предел по щитам, правило петаля сработало. Дальше. Второй пример. Второй пример, это вот х в кубе делим на х минус синус х. Значит, три подстановки, нуля, у нас образуются неопределенность. Ноль поделить на ноль. Но это легко видеть. Поэтому пользуемся правилом петаля. Опять отдельно от х в кубе берем производную. И отдельно от знаменателя берем производную. Вот мы взяли производную от х в кубе. Производная знаменатель в данном случае 0, вот она. И опять подставляем 0. При подстановке нуля, космос нуля единица, мы снова получаем неопределенность 0. Значит, мы можем снова, еще раз воспользоваться правилом петаля. То есть, снова берем производную числителя, и снова берем производную знаменатель. 3х квадрат, тройку переписали от х квадрата, это 2х, того 6х, от 1, 0, от космоса минус синус, 2 минуса дают плюс, у того синус. И опять у нас, можно эквивалентными, бесконечно малыми воспользоваться. Здесь через первый замечательный предел оформлен. 6х вынесли, х опустили в знаменатель в знаменателе, вот он, первый замечательный предел, который равен единице. А можно просто синусу заменить на х, вот этот с этим х сократятся, и 6х останется, то есть наш ответ 6. Вот пример использования правила в опитале. Ну, теперь дальше надо, мне надо уложиться в пару наших занятий. Сейчас я на часы посмотрю, потому что сейчас вот вышла у меня тут табличка, которая закрывает мне время, я вам об этом уже сказала. Ага, нам пора завязывать. То есть у нас закончилось время, сейчас мы делаем перерыв, ну, я думаю, что, ну, вообще, как бы, 8-10 минут перерыв, через перерыв опять продолжаем, ну, как бы, в более высоком темпе, посмотрим, что еще нужно и можно делать с производными. Вот. Ну, и потом надо на интегрирование обратить внимание.